Окопали со всех сторон. Жители улицы 11-я Восточная попали в строительный капкан. Посередине частного сектора началось возведение многоэтажки. При этом о местных жителях, как обычно, никто не подумал. Людей лишили выхода из дома, ливневки и спокойного сна. А на все вопросы чиновники отвечают, что земля вокруг домов муниципальная, а значит, они вправе делать все, что хотят. Подробности абсурдной истории у Максима Кабаненко. Покой жителям этого района даже не снится. Из-за строительства многоэтажки они не могут уснуть. Ее решили буквально впихнуть между частными домами. Однако о том, что местным жителям будет как минимум некомфортно, никто не подумал. Вот и получается, что, например, барак на улице Славянской оказался прямо во дворе новостройки. Там, где, по идее, должны находиться стоянка и детская площадка. Любовь Степанова рассказывает, что переселять их отсюда не собираются. А вот невыносимые условия для жизни уже создают. Асфальт поднимут на такой уровень, что они не смогут даже выбраться из своего двора. А весной вся вода будет стекаться к ним в дом. Барак стоит с 2014 года на аварийном жилье. Но факт тот, что в Омске денег нету, и мы остаемся здесь. Но при вот таком высоком раскладе, как я буду флягу везти зимой, снег убирать. У меня это просто крик душил, я уже больше не знаю, куда идти. Я везде написала письма. С другой стороны многоэтажки сейчас создается автомобильная стоянка. Ее уровень подняли на метр. Получается, что вся вода будет стекаться к соседям на улице 11-я Восточная. Более того, у людей здесь была ливневка, но строители ее закопали. В избе ходим по воде. Вот весной и сейчас дождь и все. Они тут подняли все. И в избе вода. Полный подпол, полный подпол. И вода вот так на полу. Это можно сделать. Это издевательство. Но и это еще не все. Оказалось, что к дому, который практически достроен, не провели теплотрассу. Решение застройщика и городских чиновников повергает в шок. Рыть траншею собираются вокруг все тех же домов на улице 11-я Восточная. Вскоре они окажутся отрезанными от города. Прокладка теплотрассы будет проходить прямо перед домами. Там, где у людей благоустроенная территория, детские площадки, возведенные собственными руками, и гаражи. Детскую площадку мы сами, своими руками строили. Облагораживали все тут, оккультуривали. Вот так как-то собираются копать. То есть все вам тут вырубят? Да, все выкорчевают, все уберут. И собираются рыть тут канаву. Получается, что вас со всех сторон окопают? Да, да, да. И везде тут потом не подъехать, не подойти. Строители просто нас игнорируют и с нами не общаются. Они вот ссылаются на администрацию. Им разрешили, а они копают? Да, у них разрешено. И то мы документов даже и не видели. Мы против вообще вот этой раскопки. Здесь детские площадки, все благоустроили. Ребятишкам, получается, негде просто будет выйти погулять возле дома. Будут здесь вот это, да даже канавы будут. Не дай бог, ребенок куда-то упадет. Я вот лично переживаю из-за ребятишек и вообще за наше озеленение здесь. Представители окружной и городской администрации приехали на встречу с местными жителями. По их словам, люди должны знать свое место и не лезть, куда им не следует. Земля вокруг муниципальная, а значит, они будут делать все, что захотят. И лишь когда местные жители пообещали грудью встать перед техникой и не пускать ее на свою улицу, чиновники на словах пообещали, что строительство будет вестись аккуратно, а благоустройство восстановят. Благоустройство должно быть восстановлено в том же объеме, в котором оно было до производства земляных работ. То есть трава, значит трава. Трава, понятно, сама выросла. Какие-то малоархитектурные формы, это вот качели, еще что-то, деревья, которые будут вырубаться, должно быть восстановлено. Это согласно правилам благоустройства. Подъезды к людям, к домам будут обеспечены. То есть единственное, что промежуток времени, это вот дневной, там будет, да, сложность, потому что будет разрыта траншея. Однако, как это часто бывает, слова чиновников могут оказаться лишь пустым звуком, и людям успокаиваться рано. Работы начнутся уже скоро и должны закончиться до 20 июля. Месяц местных жителей ждут невыносимые условия. Депутат Омского городского совета Андрей Ефимов лично взял на контроль ситуацию. В целом, ситуация не очень складывается хорошая, потому как надо было изначально встретиться с людьми, проговорить и не доводить ситуацию до такого критического состояния, как сейчас. Я, конечно, буду приезжать сюда, посмотреть, но представитель администрации, отдел контроля Клязина пообещал, что будет непосредственно тоже принимать в этом участие. Вот так у нас часто получается, что выдавая разрешение на строительство, чиновники ориентируются только на градостроительную карту, а не на людей. Проблемы начинают решать по мере их поступления и даже не представляют, что своими глупыми решениями могут подвергать опасности омичей. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ